Синдресс для ЕМКИ. Я не просто буду иметь систему типа ЕМКИ, которая совершает работу расширения. Гарнет работа расширения. Система замкнута еще не обменивается с окружающей средой веществом. Так, так вот, это одно соотношение. И два параметра. Здесь вообще пять минут присутствует. Раз, два, три, четыре, пять. Два параметра можно выбрать независимыми переменными. И еще должны быть два соотношения, которые доопределят эту систему полностью. Это термическое и калорическое уравнение состояния. Итак, одно соотношение плюс термическое и калорическое уравнение состояния и два независимых параметра остаются. Так вот, идея, которую сформулировал и развил, видимо, первый ГИПС, в конце XIX века, состояла в том, что если записать здесь у нас вот это выражение относительно внутренней энергии, и пусть нам известна зависимость вот этой вот внутренней энергии как функции энтропии и объема. Вот именно в таком виде она известна. Не просто внутренняя энергия как она задается в калорическом уравнении. В калорическом уравнении она, как правило, задается как функция температуры и, допустим, объема. Это не то. Вот пусть нам известна внутренняя энергия как функции энтропии и объема. Тогда вот этого одного уравнения, или точнее вот это одно уравнение, оно заменяет нам и термическое, и калорическое уравнение состояние. Почему? Ну, действительно. Сама, конечно, зависимость энергии, пусть так. Ну, конечно же, сама эта зависимость, она как бы включает в себя в неявном виде вот это калорическое уравнение состояние. Почему? Ну, все равно же это у нас зависимость внутренняя энергия, да? Ну, правда, надо вот температуру сюда вместо энтропии, да? Так нет проблем. Дело в том, что вот если у нас внутренняя энергия, это функция двух вот этих вот переменных, да? То коэффициенты, которые стоят в этом выражении перед ds и dlf, это первые производные. Первые производные вот этой функции. Ну, по соответствующим переменам. Вот. То есть мы можем записать, что t, это есть d e ds при постоянном b, так? И смотрите, что получается. То есть мы отсюда можем выразить, из этого соотношения можем выразить t, ну, как функцию переменных s и v. и подставить эту зависимость вот сюда, да? То есть воспользоваться ей, и тогда мы найдем обычное калорическое уравнение. Вот оно будет у нас известно, да? То есть, значит, повторяю из первого. А из, то есть вот это вот соотношение, это есть попросту термическое уравнение состояния. Ну, если нужно перейти в другие переменные, скажем, t и v, снова можно воспользоваться первым соотношением. То есть получается, что вот такая зависимость, такая зависимость, она включает в себя сразу и термическое, и калорическое уравнение состояния. Вот такая, как бы простенькая, ну, кажется, немного формальная идея, да? Но после этого термодинамика из такой высокоинтеллектуальной науки превратилась в очень простую дисциплину. Вот, когда, значит, решение каждой задачи, грубо говоря, состоит в следующем. Надо определить независимые переменные, в которых, вот, данная ситуация, данная задача решается наиболее, как бы эффективно, ну, наиболее адекватно описывается, что ли. Вот, независимые переменные определить. А затем найти соответствующую этим независимым переменам характеристическую функцию. Если это переменные s и v, то это внутренняя энергия. То есть вот как только вы построили характеристическую функцию, все остальное уже, ну, просто сводится к вычислениям. Вот, типа тех, которые тут написаны, да? Вот, и на самом деле, решая задачу, вы явно или не явно используете характеристическую функцию. Идея в этом состоит. Ну, а до вот этого метода термодинамических потенциалов был основной метод, это метод циклов. Вот, ну, а как бы с этим методом циклов, от этого метода циклов слабые такие отголоски в курсах термодинамики остались. Вот это, вы знаете, рассуждение, когда, помните, вот вам, наверное, доказывали, что-нибудь типа, вот, ну, где это, есть, вот такой вопрос, как недостижимость, скажем, ну, или точнее, вот эта идея, что неравноясная теплота и работа, она всегда меньше равновесной. Соответствующие выражения. Допустим, вот это, то есть, когда вам рисовали состояние 1, состояние 2, да, и говорили, так, ну, давайте перейдем из состояния 1 в состояние 2 равновесным образом, а потом так перейдем из состояния 2 в состояние 1 равновесным образом, и давайте построим тут, вот, например, первое, второе, ну, там, точнее, ну, да, там, первое начало туда-сюда построим, значит, там, вычтем одно из другого, да, вот, и в результате вдруг раз и получаем какое-то неравенство, ну, какой-то результат получаем. Так вот, до 20-го года, значит, вот построение таких циклов было основным методом решения задач термодинамики, глубокое индивидуальное деятельность, потому что это надо для каждой ситуации, как-то по-своему построить этот цикл, понять, значит, как-то применить вот эти вот законы термодинамики первое, второе начало, да, и, в общем, ну, как бы, такого общего рецепта-то нет, вот, то есть надо, правда, знать, как это делается, понимать все и так далее, вот, ну, после гипса все стало очень просто, вот, берешь характеристическую функцию, просто считаешь вот эти вот всякие производства, вот, ну, следствием, значит, вот этих вот, соотношения является что? Поскольку эти величины у нас еще и, значит, являются теперь первыми производными некоторой функции состояния, а функции состояния второсмешной производной равны, да, то сразу возникает великое множество связей, которые называются соотношения Максвелла, соотношения Максвелла, равенство второсмешной производной. Вот, ну, в данном случае, вот, если Д2 писать Е по ДС, да, то это будет вот такое соотношение, значит, ДТ по ДВ, значит, при постоянном С, равно, ну, а тут мы должны писать Д2Е по ДСДВ, да, это будет минус ДФ по ДС, при постоянном В, соответственно, да. Вот, вот. Соотношение Максвелла. Вот, все эти соотношения Максвелла, они, как бы, ну, как сказать, имеют определенную совершенно структуру. Эту структуру надо понимать, вот, в каком смысле, когда вы глядите на крупную величину, которая выражается производной, то вы должны сказать, у нее есть соотношение Максвелла или нет. Для нее можно написать соотношение Максвелла? То есть это один из путей, по которому можно идти, решая задачу. Когда оно есть, это соотношение Максвелла? Вот, смотрите, в каждой производной, которая, вот, входит сюда, две величины входят в разные группы, обязательно. Обязательно в разные группы. Вот, смотрите, группы, это вот такие комплексы, ну, комплексы таких сопряженных переменных, как говорят. Т и С, вот одна группа, условно говоря, термическая, да? П и В, механическая группа. Вот, если у вас производная вот такого типа, а та величина из термической группы, другая из механической группы, есть соотношение Максвелла. Это, да. То есть вот, очень просто, как бы, определять эту вещь. Дальше, ну, так вот, если присмотреться, то можно, в принципе, даже и не выписывая исходную функцию, выписывать соотношение Максвелла. Да? А, смотрите, Д и С, вот эти сопряженные величины, они вот так вот крест-накрест встречаются в соотношении Максвелла. Но он, правда, со знаком проблем. Он то плюс, то минус. Понимаете? Вот, вот, как бы, из-за этого знака приходится все-таки характеристичную функцию, так, прикидывать, как она выглядит. Да? Вот. Ну, и, кстати говоря, вот, значит, для таких вот величин, когда у вас одна, значит, переменная из одной группы, другая из другой группы, соотношение Максвелла можно записать. А если у нас две величины в производной из одной и той же группы, ну, это что такое будет? Допустим, ДТ было бы по ДС, соотношения Максвелла нет. Ну, что это такое, ДТ по ДС? Это всегда некоторая восприимчивость, понимаете? Это уже некоторая характеристика системы. Ну, ДТ по ДС ведется у нас к какой-то теплотопрости, да? ДТ по ДВ сведется у нас к какой-то сжимаемости и так далее. То есть, там, для магнитного, для магнитной системы это будет ДМ, ПДН, ну, опять, какой-то магнитной восстановленности и так далее. Понятно? Да? То есть, вот, так вот эти производные различаются. Вот. Значит, это характеристическая функция и называют это также термодинамическим потенциалом. Почему? А, значит, есть очень такая хорошая аналогия с механикой. Смотрите. П минус производная некоторой функции по чему-то. Да, это как в механике. Сила минус производная потенциала по координате. Вот. Значит, такая механическая аналогия позволяет назвать это потенциалом термодинамическим. Ну, и эти величины зовут термодинамическими силами, а это сопряженными термодинамическими координатами. Есть такая термодинология, значит. Вот. Значит, дальше. Вот смысл каждого термодинамического потенциала всегда еще сразу можно таким образом, ну, как бы, выяснять, что ли, или выявлять, да? Вот сказать, ну, да, внутренняя энергия – это такой термодинамический потенциал, который, значит, убыль которого в адиабатическом процессе дает нам работу системы. Откуда я беру эту формулировку? Конечно, глядя на это выражение. Вот. Ну, если взять адиабатический процесс, это оно. А, значит, остается у меня минус П на В. Видите, убыль, я говорю. А то, что здесь есть, это работа. Или, значит, внутренняя энергия – это такой термодинамический потенциал, который в изоконическом процессе, значит, равен теплоте, которая, значит, поступает в систему. Ну, вот, пожалуйста, значит, множество таких формулировок всегда можно давать. Понятно, да? То есть, глядя на это, само это выражение. Вот. Ну, давайте теперь, значит, запишем вот эти вот термодинамические потенциалы, только уже в таком полном виде. Вот, в полном виде – это в таком смысле. Ну, на самом деле, здесь вот в первом и втором начале термодинамента предполагалась система, которая не обменивается веществом, окружающей средой, да? А если она будет еще обмениваться веществом, вы должны добавить вот такое, смотряемое – μ на dn. Ну, если, конечно, один только сорт частиц поступает в систему. Если есть несколько этих сортов, то, значит, надо писать сумму по μ и 3 – dn и 3. И вот эта величина – μ называется химическим потенциалом, да? Ну, опять же, смысл химического потенциала, совершенно формально можно говорить об этом, вот, это превращение внутренней энергии при добавлении одной частицы при постоянных С и В, да? Вот, как бы, в таком, значит, визоходичественном, именно геопатическом процессе, вот, превращение внутренней энергии, ну, добавление одной частицы. Ну, это, конечно, не энергия этой частицы, вот, которую мы добавили, конечно же, нет. Почему? А потому что, ну, как бы, внутренняя энергия включает в себя еще и взаимодействие между частицами, да? То есть это такая коллективная характеристика, коллективная, значит, энергия. Ну, а на самом деле, это слагаемое, оно остается неизменным в других термогинамических потенциалах, так, поэтому можно и давать определения там и другие, вот. Значит, значит, если мы, вот, к этой, значит, ну, ко всему этому выражению добавим, ну, лучше так, давайте вычтем, значит, дифференциал динайз, да, вычтем отсюда, да? То у нас появится новая функция, которую мы назовем свободной энергией. Это июль, 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 июль. Ну, иногда говорят, связанная энергия, вот этот энергией, вот этот энергией слагаем, вот так вот, называют, так, ну, как бы, есть свободная, есть связанная. Ну, такая редкость, как бы, наоборот, порт полная. И вот для этой, значит, функции новой у нас вот такое вот решение. Минус S, M, минус V, 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 V. Дальше, ну, что тут можно сделать? Можно у нас поменять местами переменные по и вам, что надо добавить дефенцияOY, V, 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 V. функция, которая, будем им обозначать, G, это потенциал гипса. В англоязычной традиции это свободная энергия гипса. Свободная энергия гипса и потенциал гипса это вот что такое. В англоязычной традиции это свободная энергия гипса и потенциал гипса. В англоязычной традиции это ф, а если вспомнить, что е ф равно е минус тс, то видно, что это е минус тс плюс тм. Здесь можно поменять местами переменные тс. Когда независимыми переменами будут тс. Получается, что я к этому выражению должен добавить деференциал dns и тогда я получу потенциал, который называется эндальпия h, который равен g плюс tс. А если вернуться к выражению для е, то это будет е плюс b. Ну или равно там f плюс tс плюс b. Вот, ну, мы ни разу не трогали вот эту группу на nrn, но на самом деле можно нить или нет местами nrn, в каждом из этих потенциалов, да, и снова будут какие-то свои термодинамические потенциалы. Наиболее используемым является так называемый большой потенциал, который равен вот этой вот свободной энергии, но только надо поменять местами nrn. То есть вот этот потенциал омега, то есть вот это, ну, давайте я напишу просто выражение сначала. Вот, d омега, большой потенциал омега, минус s dt минус p dv минус n dm. И вот этот потенциал омега, это получается равен f минус nrn. Так. Ну да, то есть вот так получится. Ну, на самом деле тут, конечно, возникает вопрос, а что, как это все можно вообще заборить? Такое огромное количество формул, ну и на самом деле следующий из них формул возникает, да? То есть берем любой потенциал, ну вот скажем, не глядя, энтальпию берем, и про него можем делать все то же самое, что делали для свободной энергии. Ну, допустим, писать вот про энтальпию, что, что такое температура? Это равно, там, dh по ds при постоянных p и n, p и n, вот, ну и так далее, первой производной, если написать. А потом писать соотношение Максвелла, да? Соотношение Максвелла как будут выглядеть? А вот, допустим, dt по dn, dt по dn, я беру dt по dn при постоянных s и p, значит, да? s и p, равно. Ну, и тут я пишу тогда, dm по ds, dm по ds, так, dm по ds, а в постоянных, ну, получается, снова p и n. Так, p и n, да, p и n. Вот, пожалуйста, соотношение Максвелла. Если тут будет большое количество, да, то есть можно там считать сколько. Вот. И, опять же, таких соотношений можно написать много, вот, да и потенциалов много, а мы еще выписали не все, далеко не все, да? Потому что каждому из этих нужно вот это преобразование применять, значит. Вот. А как это все запомнить и что тут запоминать? Ну, как говорится, каждый по-своему в этой ситуации делает. Я для себя, скажем, определил такое правило. Я помню, какой потенциал от каких переменных зависит. Вот минимальная информация, да? То есть меньше не получится, напомню. Какой потенциал от каких переменных зависит? Вот у нас есть, значит, свободная энергия С и В, да? Ну, это запомнить просто, потому что это, на самом деле, следствие первого и второго начала термонинамики, да? То есть тут дополнительной информации нет. Ну, а затем приходится запоминать, что есть такой замечательный потенциал, как свободная энергия, то есть внутренняя энергия ДСВ, свободная энергия. Значит, в отличие от внутренняя энергия, тут она зависит от измеримой характеристики температуры. Энтропию особо не поизмеряешь, да? То есть такого приборчика, который сразу непосредственно нам даст энтропию в данной системе, не существует. Ну, из каких-то там хитрых измерений можно там извлечь. Но, значит, это такие непрямые будут измерения. А вот свободная энергия зависит от измеримых параметров Т и В. Так, очень удобные параметры. Дальше. Потенциал Гипса, ну, его особая, что ли, ценность или его особое качество состоит в том, что все его переменные, ну, точнее, не все, а вот, как бы, вот эти вот первые две переменные. Это интенсивные увеличения Т и П. Т и П – интенсивные параметры. Вот. Ну, остается энтальпия. Энтальпия зависит от С и П. Вот. И в связи с этим ее очень любят химики. Вот почему. А химические реакции, потому что протекают при постоянном давлении, ну, атмосферном давлении, как правильно, да? Сливаете что-то в пол. Атмосфера-то одинаковая, что то, что после реакции. При постоянном давлении, а, значит, если давление будет постоянным, то, ну, тепловой эффект реакции энтальпия дает, да? То есть химик – очень такой популярный потенциал. Ну, потенциал омега – он как? Свободная энергия, но только мю и эн поменен местами. Ну, вот, примерно так можно запомнить, да? Это все дело. Вот. Ну, а дальше просто вычислять, прикидывать вот эти знаки, значит, как вот эти знаки, что вы в этих выражениях получаете. Так. Ну, что ж. Понятно, да? Про эти термогенические потенциалы. Совсем кратко, если, да? Как они получаются и как они не пользуются. То есть при решении каждой задачи надо вот пытаться понять, каким термогеническим потенциалом воспользоваться. Так. Ну, что ж. Давайте, значит, возьмем систему такую менее традиционную, то есть, значит, которая совершает у нас работу расширения, но такого особого типа. И тогда называем это так – термодинамика резиновой ленты. Вот. У нас была термодинамика излучения. Вам там рассказывали про термодинамику магнетиков в прошлый раз, да? Правильно? Решали задачи. А теперь термодинамика резиновой ленты. Значит, что это за система такая? Ну, это система. Значит, надо определиться с тем, как выглядит у нее работа. Работа, как выглядит для этой системы. Да? Вот. Работа равно. Ну, понятно, что, когда мы растягиваем ленту, да? То, естественно, вот этой характеристикой, которая у нас в системе характеризует такой подобный объем, является длина ленты. Правильно? Вот. И, разумеется, при растяжении ленты, вот, значит, у нас работа, которую совершает система, пропорционально ДЭ. Ну, есть какая-то термодинамическая сопряженная сила, которую мы обозначили буквой Х, и происхождение у нее какое? Ну, есть там сила упругости внутри ленты. Правильно? Вот. То есть, значит, там есть какой-то, значит, модуль упругости, закон Юнга, и так далее, и так далее. Вот, с этими силами упругости связана вот эта вот сила. Да. Надо понять знак, какой ставить. Вот, когда мы пишем работу расширения для, скажем, газа какого-нибудь, ну, или просто вот работу расширения, да, то мы ставим знак плюс. А здесь вот знак плюс или минус, когда мы говорим о растяжении резиновой ленты. Какой знак правильно ставим? Знак работы, которую совершает система растяжения. Какой знак ставим? Ну, два варианта, плюс или минус. А почему? Стремится обратно. Стремится обратно. Противодействует растяжению. Противодействует растяжению, согласен, да. Но, как бы, вот лучше пользоваться таким правилом. Что происходит со внутренней энергией? Со внутренней энергией. Приветствую. Вот. Интуитивно, я думаю, понятно, да? Когда у нас газ расширяется со внутренней энергией, что происходит? То есть при расширении газа. Ну, как расширяется там и так далее. Но он, как бы, при расширении расходует, что ли, свою внутреннюю энергию. Понимаете? А когда мы растягиваем ленту, то ее внутренняя энергия при этом, ну, так, интуитивно, да? Мы ее растягиваем, она такая, может, становится увеличенная. Увеличивается. Увеличивается, да? Понятно? Да. Вот это вот увеличение, да. Вот то, что увеличивается, вот. Знаков минус. То есть мы, как бы, ей сообщаем, что она увеличивается. То есть это работа системы. Так. Ну, хорошо. Значит, мы теперь можем написать и первое, и второе начало термодинамики. И, как бы, вот это основное, что ли, термодинническое электричество для резиновой ленты. Обмену веществом никакого нету с окружающей средой, да? То есть, поэтому, что тут у нас получается? ПДС равно ДЕ минус ХДЛ. Так. Ну, вот. Значит, давайте посмотрим, как это будет. Такую задачу. Показать, что идеальная лента. Показать, что. Первое. Показать, что. Показать, что. Идеальная лента. Имеет термическое уравнение состояния следующего вида. Показать, что. Икс равно А. Теперь М. Ну, то есть, Икс – это вот наша сила. Да? Ну, цилу от области. Вот. Пропорциональность с некоторым коэффициентом, который может зависеть только от длины, но не от температуры. Да? Пропорциональной температуре. Вот это будет идеальная лента. Идеальная лента. Вот. Ну, а что такое идеальная система, пожалуйста? Давайте вспоминать. Идеальная система – это такая система, у которой внутренняя энергия зависит только от чего? Температуры. Это, значит, тянет за собой какие следы? Ну, температура – это как бы такая мера, средняя мера кинетического движения, да, у нас. Вот. И, значит, наша идеальная система состоит из невзаимодействующих подсистем, вот, которые друг о друге как бы не знают, вот, а вся энергия складывается из энергии движения этих систем. Как в идеальном газе, да, вот эти вот, как бы, молекулы точки, они сталкиваются друг с другом, ну, это самое, друг о друге на самом деле до столкновения не знают. Вот. Итак. Значит, надо доказать, то есть надо посчитать, вот, для системы астративного уровня состояния, посчитать вот такую величину. И показать, что вот такое термическое уравнение состояние влечет за собой, что вот эта величина равна нулу, то есть внутренняя энергия не зависит от длины при постоянной температуре. Значит, зависит только от длины при постоянной температуре. Так. Ну, вот, ну, да, мы должны проверить, что вот это равно нулу. Так, мы должны проверить. Как это можно сделать? Двух поделек, постоянной т. Равно нулу. Значит, как это можно сделать? Как посчитать такую величину? У нас же экологическое уравнение состояния неизвестно. Калорическое неизвестно. У нас термическое уравнение, а калорическое неизвестно. Так. Надо с DL не рассказать как-нибудь изменение объема? Нет, DL объема нету. DL это как бы аналог изменения объема. Да. Ну что? Так. Ну, какие идеи? Кто-то уже начал решать. Вы скажите, чего мы начали делать? Кто-то уже что-то пишет прямо. Представляете, какие функции температуры? Какие волны? Откуда мы это взяли? Ну, просто взять и посчитать, что мы так считаем. Нет, ну если Е у нас функция только от температуры, так сразу много и все. Откуда мы это взяли? Вы-то должны доказать? Мы же сказали, что у нас идеальное метро. Да. Это надо доказать. Как бы это же получается, что дано показать, что идеальное место и метро. Дано нам вот что. Дано нам термическое уравнение состоит. А мы должны про калорическое уравнение доказать, что от температуры нашей калорическое уравнение, то есть от L калорическое колоническое уравнение не зависит то есть только от температуры E является, то есть это надо доказать что E это функция только от T можно X представить как что производное от энергии по длине X представить как что? производное от энергии по длине но при постоянном S да? при постоянном S не подходит? почему? нам то надо принять значит вот у нас тут переменная L и T ну можно сделать свое название энергии жанра и перейти к свободной энергии да, совершенно верно то есть вот идея если полностью говорить смотрим на вопрос который стоит в нашей задаче этот вопрос формулируется в независимых переменных L и T вот видите, вот эти две переменные которые внизу это и есть независимые переменные значит вот метод потенциала по сути состоит в том что мы берем потенциал который от этих двух переменных зависит с его используем все и получится вот в чем метод потенциалов состоит понимаете? а что это за потенциал? может быть внутренняя энергия? нет внутренняя энергия это потенциал который зависит от переменных L и S а нам нужно L и T значит надо вот эти вот T и S поменять местами и когда мы это сделаем это будет что за потенциал? свободная энергия да? вот то есть мы должны это самое совершить вот это вот преобразование ну давайте запишем D E равно T D S плюс X D E потом в правой и левой части да? мы добавим минус дифференциал N S ну в высокой науке это называется касательное преобразование L и J да? оно меняет нам места независимые и независимые переменные вот вычтем вот этот дифференциал из правой и левой части и тогда получим что D E E минус T на S но E минус T на S это свободная энергия вот D E да равно минус S D T S D T а плюс 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 и левой части и левой части вот вот мы записали выражение для вот этого дифференциала свободная энергия вот вот ну а теперь что что говорим хорошо значит нам нужно посчитать вот такую величину D E по D T при постоянном T E это D F плюс T D S по D T по D T и постоянном T вот а это равно D F по D L и постоянном T да ну дальше ну T постоянно значит плюс T D S по D F при постоянном T ну а дальше смотрим на вот это выражение которое мы имеем и видим что D F по D L при постоянном T вот вот T постоянно что это попадает D F по D L это будет что плюс плюс T ну есть еще у нас D S по D L и постоянном T да а это что такое D S по D L и постоянном T D S по D L это первая производная по T ну а D S по D L это будет вторая смешанная производная какие все отношения максимум то есть это будет минус D X по D T по постоянному T вот что это такое так и чему это равно теперь мы пользуемся нашим термическим уравнением состоянием да если постоянное то L A у нас постоянная значение D X по D T будет просто равно A значит X минус T на A которое зависит от T равно давайте еще раз шаги которые мы проделываем они такие вот повторяю очень типичные для метода потенциала мы определили в каких переменах надо решать задачу вот и значит нашли выражение ну для на самом деле дифференциала вот этого свободной энергии вот и одновременно связь между внутренней и свободной энергией записали ну F равно E минус 100 на X она для всей системы одинаковая да для всех систем вот дальше теперь мы нашу вот эту производную которую мы считаем мы уже считаем через видите вот этот потенциал свободную энергию он зависит от нужных нам переменных и значит его производные по этим переменным это очень простые увеличения вот они тут написаны эти производные видите ну и производные от вот этого выражения они тоже очень простые потому что они с использованием вот этого соотношения максимума получается соответствующие да то есть вот мы просто подставили вот эту связь и чисто механически значит посчитали и получили результат да ну такой вот очень типичный что ли ход решения задачи на самом деле все это мы проделываем уже и раньше если посмотреть внимательно посмотрите то что мы получили вот здесь де по дл при постоянном т равно х минус т дх по дт при постоянном л это что такое как это называется это называется это называется связь между термическим и калорическим в я понимаю что вопрос очень простой поэтому лень на него отвечать все таки надо уже надо начать отвечать на такие вопросы в конце изучения термодинамики я вам говорил что некоторые производные производных термодинамики можно написать ну вот в связи еще с этим термодинамическим потенциалом ну ничем не ограниченное количество вот один букв по другим при постоянных третях там написать какое-то невероятное ну вот это какие-то ничем на Ну и попросту, если тут вот просто подставить, так это просто будет теплоемкость, да, теплоемкость. А вот это вторая производство, видите, дополнительная к этому, связь между термоническим и экологическим уровнем и состоятельным. Мы, конечно же, ее поручили, между делом эту связь, решение этой задачи мы поручили, да. Вот. Ну ладно. Так, переломки. Так, ну вот давайте дальше мы рассматриваем тут, например, я и прилегу. Так, и, значит, второй вопрос. Следующий. Второй вопрос. Значит, значит, что происходит с энтропией? Что происходит с энтропией? С энтропией, верно, при ее изотормическом растяжении. При изотормическом растяжении. Что происходит с энтропией при изотормическом растяжении. Так, ну какую величину надо считать? Что, два, три, пять, два, два, два. Про что спрашивается? Что происходит с энтропией? Какое выражение надо? Еще чуть-чуть. Терориация, когда элька постоянно стреляет. Видишь? Смотрите. Изотормическое растяжение. А это величина, которая характеризует изменение энтропии. Так, ну, значит, L и T переменные, значит, это свободная энергия. Свободная энергия. Ну, на самом деле, надо все то же самое, что мы делали, только что проделать. Вот, и мы получим, вот видите, мы это только что считаем. Минус A, L, ну, это минус X на T, ну, так или иначе. Это я просто, как бы, записал, чтобы знак явно был виден. X, величина положительная к модулу, как бы, вот этой силой уфрубости T, величина положительная, так, минус, значит, меньше нуля. Как это можно понять? То есть, вот, смотрите, система ведет себя следующим образом. Мы, то есть, вот эту ленту растягиваем, растягиваем, температуру держим постоянно, да? Энтропия уменьшается. Энтропия падает, уменьшается. То есть, система в некотором смысле упорядочивается. Вот, как это можно понять? Вот, ну, на самом деле, вот с этими резинами, да? Да, ну, разбирались очень долго. Почему? Сложные, оказалось, материалы. Сложность в чем там заключается? В этих всяких материалах. Ну, это вам не идеальный газ, который у молекулы уточнит, да? Там молекулы у этих веществ, они какие? Какие молекулы? Кто не знает, какая резинка молекулы? В принципе. Ну, связанные. А? Связанные молекулы. Огромные молекулы у этих веществ, да? Очень большие молекулы, очень длинные. Это ж органичные вещества. Там же эти углероды, они же могут соединяться, там, группы, там, вот эти вот. Бесконечное, там, ну, практически ничем не ограниченное количество, да? Их может набираться в молекулы. Вот. То есть это так называемый полимер. Вот. И, значит, с этими полимерами разбирались с конца 19 века и до, там, первой половины, примерно 20 века, с ними все разбирались. Как они выглядят? Ну, последний такой, самый знаменитый полимер, который, значит, строение которого стало понятным, там, где-то, ну, в середине 20 века. Это ДНК, конечно, молекула ДНК. Тоже такая, очень длинная молекула. Тоже полимер. Вот. Так вот, значит, упрощенное, совсем упрощенное строение выглядит каким образом? Что вот эти вот, значит, молекулы, это просто как такие цепочки, да? Ну, вы, ну, друг за другом, следует одни и те же блоки, полимер, да? Вот. И в нашей идеальной ленте тогда вот эти вот цепочки, они как бы друг с другом не связаны, не соединены. То есть болтаются независимыми, да, друг с другом. Взаимодействия между этими отдельными цепочками нет. Вот такая вот, значит, модель возникает. Вот. Ну, это аналог вот этих независимых, как бы, молекул в идеальном ленте, да? А тут как бы такие независимые цепочки. Вот. Тогда получится, что действительно у нас внутренняя энергия будет определяться только движением этих цепочек. Ну, и тогда, в рамках этой молекулярной модели, если наш вопрос сформулирован, то что мы делаем на самом деле? Мы держим температуру постоянно, держим температуру постоянно. Вот. Ну, температура связана с, как бы, с движением, вот если мы за концы нашу ленту держим, да? Вот, то, как бы, вот эти вот цепочки, они просто коллеклются так вот, поперечно, да? Поперек они коллеклются. С этим связана определенная температура. Температуру мы держим постоянно, да? А длину увеличиваем. То есть мы что делаем? Растягиваем. Вот. Ну, и что с нашими, как бы, этими молекулами происходят при этом? Ну, это так прямее становится. Правильно. Примеет становится. То есть немножко все это распрямляется как-то, да? Ну, амплитуда, как бы, туда плохо. Ну, короче говоря, мы действительно, как бы, немножко эту систему упорядочим, в том плане, что распрямляем ее, распутываем ее немножко. То есть, вот. В этом смысле, да, действительно, интуитивно понятно, что энтропия должна уменьшаться. Ну, кстати, вот эта история со всякими этими материалами. Это с резинами. Не знаю, рассказывали вам об этом или нет, что про резину, как она появилась вообще. Ну, резина была известна первым, кто их пользовался. Ну, не резинами, конечно, каучу. Да, это же природный материал. Вот. Растет он где? В Южно-Америке, там есть такое пумчуковое дерево. Вот. Первые, кто им пользовались, это вот эти южно-американские индейцы. Они, значит, заметили, что если, значит, надрезать это дерево там в миллионных местах, там начинает течь сок, такой вязкий, такая жидкость такая вязкая. Если ногу подставить под это дело, то нога опутывает с таким клубком, вот, и он застывает. И получается такая очень удобная обувь. Ну, то, что там лапки крести, да, гораздо проще. Подставим, а на день раз. Вот. И очень удобная в каком смысле, мягкая, можно там ходить по кьем-лимкамням, но примерно через сутки она разрушается, отваливается, да, можно эти куски там отодрать, от них выбросить, и заново там подставить. То есть вот они действительно так этим пользовались. Вот. То есть эластичность есть, но разрушается материал. Ну, один, значит, французский инженер по совершенно непонятным причинам придумал, что вот этот материал, кусок кучукового дерева, надо сварить в растворе с серой. С серой. Звали его гудир. Значит, новый инженер, французский гудир. Знаете, сейчас шины есть. Да, надо. Вот. Ну, вот это вот по фамилии тому самого инженера. Вот. И получилась резина. Эластичность есть, а вот этого разрушения нет. Ну, только там, в 20 веке где-то поняли, в чем причина. Дело в том, что, когда, значит, это все происходит вот как в естественных условиях, ну, как вот это индейцы делали, да, то там, значит, вот эти полимерные молекулы, длинные цепочки, они друг с другом связываются с кислородными мостиками. Кислородные мостики, они очень жесткие такие, вот, то есть энергия большая. И они, связывая между собой эти молекулы, они одновременно и руты. Вот, то есть постепенно, как бы, ну, любые, как бы, вот, напряжение, там, механические, они, ну, вообще, как бы, вот, со временем, да, приводят к тому, что в этих местах просто молекулы рутутся. Рутся и материал все равно разрушается. Вот, вот, а серные мостики, ну, серые, там, если бы, смотрите, таблица Мюдлеева, она там, вот, рядом, вот, рядом, где-то, да, вот. Но связь получается слабее, то есть вот эта эластичность, получается, сохраняется, то есть молекулы между собой связаны, да, но гудир рвется в ретро, да, то есть долговечный материал получается. Вот, вот, гудир не знал этого ничего, он просто опытным гудем как-то получил, ну, каким, чем он пользовался, просто, может быть, пробовал, ну, да, ну, как, вот, ничего такого не знал. Тогда вообще не знали про эти все полимеры и так далее, но вот материал уже получили в том времени. Так вот, значит, давайте примем вот такую модель молекулятор, вот этой идеальной ленты, что это просто кучок, как бы, таких, цепочек, да, которые колеблются поперем, вот. И попытаемся ответить на такой вопрос. Значит, что происходит с температурой при адиапатическом растяжении? Значит, третий вопрос такой, что происходит с температурой при адиапатическом растяжении? Ну, что происходит с температурой при адиапатическом растяжении? Вот, опираясь на вот эту молекулярную модель, попытаетесь ответить на вопрос, ничего не считаешь. Увеличивается или уменьшается? Если мы будем адиапатически растягивать, адиапатически растягивать, температура уменьшится или увеличится? Вот, опираясь на вот эту модель, вот, цепочек такой, да, который мы растягиваем при адиапатическом растяжении. Что такое растяжение? Понятно. А вот адиапатическое растяжение, это как? Ну, вы говорите, конечно, о тепловой энергии, потому что мы, когда растягиваем, механическое растяжение, то есть механическое растяжение передаём в систему, да. Да, тепловой энергии мы не обмениваемся в систему. Так. Постоянно может остаться. Вот смотрите, а адиапатическое растяжение постоянной величиной в адиапатических процессах какая? Энтропия, да? Постоянная энтропия. Энтропия связана с таким понятием, как? Хартичность. Порядок. Да. Ну, это, как бы, еще надо расшифровывать, что это значит. Ну, после всех вот этих вот расшифровок, вот, возникает такое понятие, как порядочность системы. Так вот, порядок в системе остаётся тем же самым. Да? В адиапатическом процессе. Он должен остаться. Каким был, таким и должен остаться. Порядок. Ну, то есть его статус ни больше, ни меньше, в этом смысле. По величине. Да. Вот. Ну, мы систему что? Растягиваем. Ну, то есть часть внутренней энергии тратится на то, чтобы восстановить, например, уровень неупорядоченности, грубо говоря, после достижения? Так. И что это значит? Температура. Что произойдёт? Растёт. 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 Получается, что растёт. Да. Получается, что растёт. То есть вот порядок, или наоборот, неупорядоченность в системе сохраняется. Да? А мы, как бы, чисто механически пытаемся эту систему упорядочить. Да? То есть, когда мы её растягиваем, они, как бы, это самое, распрямляются все эти молекулы, значит. Да? Значит, чтобы вот эта неупорядоченность осталась, они должны сильнее колебаться. Сильнее колебаться, значит, больше температуры. Температура. Понятно? То есть ответ, по идее, должен быть действительно такой, что температура должна в этом процессе что делать? Увеличиваться. Увеличиваться. Так. Ну, какую величину считаем? ДТ по ДЛ при постоянном С. ДТ по ДЛ при постоянном С. Увеличиваться. Ну что ж. Смотрим на само это выражение. Да? У нас есть термическое уравнение. Термическое уравнение. Ну, с помощью этого термического уравнения. И как к этому не подобраться в противорожение, да? Вот. Ну, сама эта производка, что собой представляет? Имеется в виду, есть соотношение Максова или это какая-то уравнение. Есть. Независимые эксперименты. Либо Л и С. Либо Т и С. Да? Ну, на самом деле только один правильный. Второй бы не может. Какой правильный? Могут быть Т и С независимые эксперименты. Нет. Они же из одной группы. Значит, это Л и С. А потенциал, который ответил это зависит от внутренней энергии. Значит, соотношению Максова следует из вот этого выражения для дефектициала внутренней энергии. Если посмотреть выражения для дифференциала внутренней энергии, ну, вот оно тут написано. Вот это надо перевести сюда. Выражения для этого дифференциала. И видно, что вот эти два слогания входят с одним знаком. Ну, значит, я, конечно, так и спешу, то я уже это получаю с отношением Максова. Ну, стало лучше или нет? Вообще не очень, да? Потому что у нас, как бы, согласно вот этому уравнению известна функция Х как функция Л и Т, да? А здесь у нас переменные С и Л. Ну, эти же приемы не заканчиваются. Мы можем рассмотреть вот эту производную как производную сложной функции. То есть, сказать, что Х на самом деле у нас функция переменных Л и Т. Ну, тогда вот это вот производная, да? Производная. Это будет производная ДХ по ДТ, да? Ну, а потом ДТ по ДТ. Ну, то есть, сделать вот эту вот замену переменных, да? Поставляем, значит, вот это вот выражение сюда и получаем. Ну, давайте я сначала запишу цепное правило. ДХ по ДТ. Постоянное нормальное. ДТ по ДТС. Постоянное нормальное. То есть, вот я цепное правило это записал. Ну, это фактически я повторяю. Я, как бы, подставил сюда вот это выражение. Ну, теперь смотрю. ДХ по ДТ. Постоянное нормальное. Это просто А у нас. А у нас. С. Правильно? А ДТ по ДС при постоянно нормальное. Это что такое? ДТ по ДС при постоянно нормальное. Это что за производная? Из стекловой группы, да? Да, выражение. Значит, это что такое? Плойопись. И плойопись, конечно, да? Ну, где-то в стороне, давайте вспомним. Какой-то плойопись. Значит, это такое, но Д на ДС. Значит, С это равно ДТ по ДТ. Постоянное нормальное. Вот. Ну, а если мы там при каком-то параметре берем, ну, давайте, например, на Т здесь. При постоянно А. При постоянно... Значит, это здесь Т. ДС по ДТ при постоянно. Когда ДТ при постоянно норм. ДС по ДТ при постоянно норм. Да? Ну, а у нас там ДТ по ДС при постоянно норм. Ну вот это просто обратная производность, да, то есть это будет t на c и t на c и, то есть вот здесь вот у нас стоит t поделить на c и, вот, и теперь мы можем сказать про знак этого выражения уже, да, то есть мы свели всё, вот всё, что нам надо, мы свели к некоторым измеримым, известным характеристикам, что это за характеристики? Ну вот это вот константа А, то есть это характеристика у нас нашего термического уравнения состояния, ну АТ, это слово Х у нас, да, СЛ, ну СЛ, это теплоёмкость, тоже считается характерной для данной системы, и все вот эти величины, они что у нас? Больше нуля. Больше нуля, значит температура действительно должна возрастать, возрастать. Так, ну давайте ещё один вопрос, последний, да. Что произойдёт с длиной? Рядом. Что произойдёт с длиной? Рядом. Вот так. Что произойдёт с длиной? Если её нагревать, нагревать при постоянном Х. Если её нагревать, при постоянном натяжении. Вот. Ну, нагревать, это значит, что значит нагревать, это значит увеличивать температуру, да. Нагревание, это увеличение температуры. То есть температуру увеличиваем, а натяжение оставляем постоянно. Понятно, да? То есть вот наша лента. Лента. Вот. Ну, если мы её держали до конца, то мы её не тянем и не сжимаем, а натяжение как было. У неё какое было, какое есть. Так. При этом мы её нагреваем, нашу ленту, да. То есть увеличиваем температуру. Что с ней произойдёт? Здесь. А? Что с ней произойдёт? Что с ней произойдёт? Да, увеличится. Почему? Закон теплового расширения, что ли, да? Вот такой есть универсальный физический закон. Все тела при нагревании расширяются. Да. Правильно? Нет. Правильно. Не все тела при нагревании расширяются. Нет такого результата. У неё тропила увеличится. Мы на эту длину не спрашиваем. Что с ней произойдёт? То есть она увеличится, это нет. Она расширится или, наоборот, сожмётся? Что с ней произойдёт? А, ты уменьшаться должна тогда? Нет. 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 Ну, про А отеля я не знаю. То есть это просто самоположительная величина, как она зависит от тела. Она не говорится про опусту. Она, по идее, наверное, всё-таки сожмётся, если порассуждать логически. Ну, вы, давайте, порассуждайте. Да. Ну, потому что у неё, как-то, большая температура, наверное, у них должна эта цепь тоже увеличится. Вот. Ну, и тогда получится, что она, это, вероятность того, что у неё будет, типа, молекулы растянуты будет меньше. Вот. Нет, может быть, если при расширении у нас колебания продольные уменьшались, то при нагревании, получается, уменьшиться будет должно. Ну, то есть, как бы... При нагревании что произойдёт с вот этими... Ну, они очень увеличиваются. Ну, они будут увеличиваться. Они будут увеличиваться, да? Увеличиваться. А, значит, концы, вот, ну, представили себе вот эти цепочки, которые сильнее и сильнее, да? Увеличиваются. 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 Да. Получается, что это само. У нас сжиматься будет ядр, да? Ну, как бы, не знаю, там... Как-то интуитивно, мне кажется, это чувствуется, да? Да. Когда вы там луку натягиваете больше, да, он всё-таки длина-то его уменьшится. Он сгибается и, понимаете, сжимается. Да? Да? Так. Ну, значит, интуитивный вывод такой, что для длина должна уменьшиться. Вот интуитивный вывод такой, длина должна уменьшиться. Так. Так. А какую величину надо считать? Дель по ДП при постоянном Х. Так. Дель по ДТ при постоянном Х? Дель по ДТ при постоянном Х. Вот. И результат должно быть какое-то отрицательное число. Ну так, по интуитивности. По интуитивности, если говорить, да, по интуитивности. Ну, давайте. Как цельного вывода выражения? Дель по ДТ при постоянном Х. Дель по ДТ при постоянном Х. На самом деле несколько вариантов. Мы видим, что у нас есть Л и Т. ДТ, да. Вот это из разных групп. Значит, есть соотношение максимума. Можно и пытаться пользоваться раз с ним. Да? Вот. Но тогда мы должны ввести потенциал, который зависит от Т и Х. А это значит поменять и вот здесь, и вот здесь у нас переменные местами. Да? И воспользоваться соотношением аксула. Правильно? Угу. Ну вот вариант. То есть, что это будет за потенциал, у которого энергии, то есть эти будут переменные, это будут Т и Х переменные. Как он называется, этот потенциал? Это энергия Гипса. Гипса. Да? Та и другая интенсивные переменные. Х и Т интенсивные переменные. Гипса. Вот. Это один вариант. На самом деле, есть и другие варианты. Какие? Ну, мы только что вот с этим вариантом имели дело. Да? Мы какую-то замену переменной делали. Ну, правда, непонятно какую. Да? Причем это так. Не видно. Есть еще и третий вариант. На самом деле, вот что плохо в этом выражении, это то, что вот как-то не на месте стоят вот эти вот переменные. Вот у нас есть зависимость Х от Э и Т, согласно техническому уровню состояния. Вот если бы у нас была вот Х вот здесь, а Э бы опустилась вниз, а Т бы вышла за скобочки, вот тогда бы мы разобрались. Понятно? Угу. Короче, я проверю. То есть пойти разными путями, значит, у него начинка и они тоже открыли. Правильно. За одно действие не получится, ни один способ, но паночку уже нужно сделать. Продолжение следует. 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 И, значит, время получить выражение. Так, ну и, наконец, еще одна задача. Вот, на самом деле, все эти термодинамические потенциалы, они почему так еще широко используются в термодинамике? Дело в том, что выражение для этих функций получается в статистической механизме. То есть в расчетах, которые, ну, выполняются в рамках статистической механики. Грубо говоря, основная идея, то есть основная задача статистической механики, исходя из микроскопического описания системы, получить некий, хотя бы какой-то один ее термодинамический потенциал. Наиболее типично, это, ну, таким образом, известен микроскопический гамильтониан системы. Ну, квантовый, классический, классический, это просто энергия, для квантового, это, конечно, оператор гамильтониан, да? Известен гамильтониан системы, то есть микроскопический описание известных. Найти свободное дабы. Вот, вот это типичная такая задача статистической механики. После того, как свободная энергия найдена, считается, что, ну, грамотный человек может посчитать все термодинамические характеристики системы. Теплоемкость, и восприимчивость, и термическое экологическое уравнение состояния, и все, что угодно. Все термодинамическое уравнение, да? Поэтому, значит, мы представим себе, что в результате расчета некоторой системы у нас имеется следующее выражение для свободной энергии. Итак, я его записываю. f равно минус y, s в квадрате, t маленькое, логарифм 4i в квадрате, t на синус гиперболический, единица поделить на t. Е, t, это есть, а как t идет, s в квадрате. Вот. Что это за система? На самом деле, это два спина, s, связанные между собой обменным взаимодействием и находящиеся в термостате. Только спины большие, s, там, s большое число, это не одна вторая, вот, а чуть побольше, там, ну, три вторых, там, что-то такое, пять вторых, семь, вот, или там, целое число, вот, то есть большие спины, то есть рассматриваемые как классические уравнение системы. Вот они связаны, связанные обменным взаимодействием, вот, ну, обменное взаимодействие, это значит, единица вот такая, минус y, s1, s2, да, вот обменное взаимодействие. Если их поместить в термостат и посчитать по правилам статистической механики, посчитать свободную энергию, получится вот такое выражение. Вот это такой типичный результат расчетов в рамках статистической механики. Какое-то сложное выражение, да, получается, которое, ну, как бы, не догадаешься, откуда чем берется, непонятно. Вот, но тем не менее, будем считать, что оно получится. Вот, так вот, зная, как бы, вот это выражение, посчитать энергию, теплоемкость, энтропию, ну, видите, я теплоемкость пишу без всякого знака, потому что у нас тут зависимость только от температуры, а, как бы, вот, внешнего поля нету, поэтому теплоемкость, она, ну, просто теплоемкость в углевом поле получается, теплоемкость. Посчитать вот эти вот величины, внутреннюю энергию, теплоемкость, энтропию, и посмотреть, как они себя ведут при, значит, рассмотреть, рассмотреть пределы. пределы. Т – примечательность нулю, Т – примечательность бесконечности. Вот, то есть высокотемпературное, низкотемпературное поведение этих величин. посмотреть. Ну, на самом деле, вот это вот, как получится у нас классический предел, да, чему это соответствует. А это, если температурное, он, конечно, так говорит, ну, не классический. Значит, посмотреть, как они себя ведут. Ну, только еще раз. Ну, в следующий раз. Ну, теперь еще раз. Ну, еще раз. Ну, еще раз. Ну, еще раз. Продолжение следует...